Субтитры создавал DimaTorzok Ну, это такая картинка, просто чтобы с чего-то начать. У нас здесь есть барочная флейта, райная барочная флейта, классическая флейта и две флейта пьема. Но это на самом деле важно, потому что мы все их рассмотрим потом и позже. Я не буду брать средние века с флейтами, потому что там полтора часа просто с вами не укладываются. Начнем мы с вами с ренессанса. Продольная, то есть поперечная флейта, да, ренессансная. Почему их здесь так много? Потому что они, в принципе, использовались в консортах. То есть, когда мы на одной такой флейте играли, это был один волос, это было не очень. То есть, это было красиво, но нужно было больше голосов. Чем меньше инструмент, тем он выше по дисситуре. То есть, по строю. То же самое, что сейчас, да? Альтовая флейта, она больше обычный донорский флейт. И приколка, она еще меньше, да? Чем короче флейт, тем она выше. Самая нижняя, это классовая. Она очень большая, она вот так на ней приходится играть. А обычная сапронова, она очень маленькая. Что важно? Смотрите, у этой флейте есть сколько дырок? Семь дырок. Одна дует, шесть, мы закрываем пальцы. Нету клапанов, нету ничего. Интересно знать, что у этой флейте, не здесь, она полностью внутри, у нее сверление цилиндрическое. У нее нет никакого шейпа, никакого... То есть, она полностью цилиндрическое, как сказать, шейп русский. Профиль. Ну, можно так сказать. По профилю он снаружи, а это внутри. Да. Для того, чтобы хотя бы как-то поддерживать струи, вы можете видеть, что, например, у басовых флейтов какие-то отверстия для оплатив, они больше, какие-то меньше. То есть, они все не одинаковые. А стенки ренессансных флейтов, то есть, стенка это ширина, толщина дерева, а они довольно-таки толстые. Поэтому, например, это позволяло делать довольно-таки такие большие отверстия для пальцев. А потом, давайте помнить, что это все-таки... Смотрите, какие годы, то есть, люди это все делали руками. Вот. Ну, это, конечно, концерт уже, это копия, которая сделана сейчас, поэтому они такие красивые, не кривые. И, да, ну, в общем, из одного типа дерева сделаны, поэтому они так красиво увезут. Композиторы, которые писали для этих людей. Кстати, я хочу сказать, что здесь я еще писала по русскими буквами композиторов. Это позже, и я просто стала писать нацетскими буквами, потому что иногда, например, такие люди, как ТТ, они по-французски пишутся так, что по-русски, когда это записать, невозможно узнать, что это одно и то же имя. Поэтому здесь я еще как-то писала по-русски, а потом я уже все ушла. Я все буду писать нацетскими буквами. Значит, какую лицовую музыку в Ренессансе и Флейте? Это заходите, заходите. Это была какая-то известная песня, и на эту песню композиторы делали вариации для Флейте. Значит, интересно, композитор это Якоб фан Эйк для Ренессанс на Флейте. Флейте это был голландский композитор, флейтист. Он играл на параллелионе в Утроевском доме, который стоит до сих пор. Он был слепым, и на Флейте он научился. Причем с детства? У нас сегодня будет два слепых флейтистов в нашей сегодняшней истории. Так вот, Яков Фан Эйк для Ренессанс на Флейте. Он написал, в принципе, первый сборник пьес для Флейта. Вот это самое «The Flaighting Music» — это первый сборник пьес для Поперечной Флейте. И на самом деле музыка прекрасная, мало сил и времени. Но если вам интересно, опять-таки, я вам могу прислать диск, и на самом деле все есть в интернете. Но послушайте, потому что звучит совершенно божественно. Красивая музыка редко играет, потому что... Ну нет, сейчас уже больше. Вот, значит, все, что дальше написано, и Dolce Nett, и Farno Universal, и Шансон музыка — это все были просто сборники различных песен или пьес. Все песни, да, все было вокально. Инструментальная вся музыка, она была вокальная. И в этих сборниках тоже есть пьеса для Флейта. Вот для такой Флейта. Из-за того, что у нас нет ни одного клапана на этой Флейте, то строй довольно-таки странный. Но, опять-таки, нужно помнить, что во время существования этой Флейте не было тех строев или того строя, о котором мы сейчас думаем. Тем более уж не было темперировано. И даже барочного строя всего этого не было, да? То есть были модусы и другие состоявки, в которых эти Флейты замечательно себя звучали. А сейчас на нашу слуху кажется, что это довольно-таки странно. А на самом деле в этом красота совершенно другая. Значит, почему нужно помнить о том, что адресансная Флейта полностью цилиндрическая? Потому что мы будем говорить о барочной Флейте, у которой другое внутреннее строение, и потом о Беломской Флейте, у которой у последней Флейты Белома тоже в такое-то строение. Почему это важно? Потому что мы снаружи-то не видим, как это выглядит там внутри. Это очень важно, потому что это то, как это сделано внутри, это то, от чего происходит наш звук. То есть это очень важно. Так, ну это так. Наверняка, вот вам прекрасная Ренессанская Флейта. У вас наверняка такое гигантское количество различных картин висит, и продукции висит по всей школе, что, наверное, у вас даже в зелени висит такое висит. Так, давайте дальше. Здесь мы будем долго с вами. Недаром. Такое гигантское количество флейт здесь. В барочный период у нас самое гигантское количество инструментов. во-первых, осталось и использовалось. В зависимости от страны, времени, ранее, позднее барокко, и мастер, конечно же. Кто знает, кто это такой? АТТФ. Кто это сказал? А, молодец. Хорошо. Жрак Мартин Петерцов еще знает, кто такой АТТФ. Ну, это понятно. Защита. Поехали. Почему нам так важен АТТФ? Нам так важен АТТФ? Потому, что он взял и разделил каписанскую флейту, которая состояла из одного. Спасибо большое. Как замечательно. Теперь наступим. Два кванца. Два кванца? Есть нитки. Да все есть нитки, да. Хорошо. Два кванца. Да, все есть. Значит, струк. Панесанская флейта была сделана из одного опуска дерева. Его переносили в таких чехлах, соответственно, по особе с кожей. Сделан как мух, например, или стрелы. Как они с ними ходили, на них играли. Соответственно, они применялись в городской музыке, где-то играли на площадях. И это более овече. Ну, в принципе. Что сделал АТТФ? АТТФ вообще был такой очень серьезный и очень важный деятель. Еще он был замечательный бизнесмен. К этому мы не вернемся. Что сделал АТТФ? АТТФ взял и разделил ренессансную флейту на три части. И вместо цилиндрического бора внутри у нас появляется сам конический бор. Такой конический бор. Здесь она у нас начинается внутри более толстая и она становится уже кольцу. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот. Собственно говоря, это флейта. Здесь мы видим. Да. Флейта, вообще, если вы видите, что ренессансная флейта, она такая деревянная и очень простая. То вот это абсолютно шикарный инструмент. Те детали, которые вы видите в белом цвете, это в оригинале, это слоновая корта. То есть это шикарный инструмент. Серебряный, золотой клапан, потрясающие детали. Все это вырезано, все это сложено, все это красиво, все это должно быть красиво. Потому что все это происходит при дворе Людовика 14-го. Если вы помните, все в таких шикарных реках строится. И вообще, все должно быть очень красиво и шикарно. И вот вам такая потрясающая шикарная флейта. Теперь для тех, кто играет на борочной флейте, будет интересно... Да. Значит, вот так выглядит сверление флейта внутри. Теперь для тех, кто играет на борочной флейте, будет интересно знать, что модель флейта АТП делана не только АТП. Вот еще мастера, которые в то же самое время делали флейте такой же конструкции. Можно увидеть, что и Бельсан и Рипер у них чуть-чуть по-другому сделано. Вот это украшение палкашин, который на голове флейте сделан, да? Детали могли быть из дерева. Например, нижнее колено... Не верю, что здесь это было... Нет, здесь нет. Да, может быть, полностью сделаны из слоновой кости. Либо деревянной, либо... То есть это варьировалось. В принципе, я считаю, что на звук это влияет. Если у вас пластиковый или из слоновой кости сделаны эти детали, а слоновой кости даже если она очень хорошо и тонко вырезана, звук становится более тяжелым. Я считаю, что это имеет смысл. Не знаю. Давайте, что ли, можно попробовать там какие-то несколько звуков, чтобы потом можно все пробовать. Вот что-то такое, что-то звучало. Можно себе представить, что альтеровская флейта – это как альтовый голос. Можно будет все внизу, медленно, красиво. Альтеровская флейта Вот, значит, что хочу сказать про Аттетер. Аттетер, в принципе, был первым флейтистом. Он еще был губолист. У него была своя в Париже мастерская. Но они делали флейты. Блокфлейты. Габоль. Тогда шамейк. Значит, он был первым флейтистом, который еще написал школу игры, небольшую школу игры на флейте, и учебник о том, как нужно импровизировать на флейте про танец. И много музыки написал для флейти. То есть, на самом деле, для модерновых флейтистов это был первый композитор, который издавался и писал произведения для флейти с бас-котином, например, то есть для флейти соло с аккомплиментом. Почему я сказал, что он был хороший бизнесмен? Все это он проделывал не ради продвижения флейти или чего. Все это он проделывал исключительно из коммерческих соображений. Он еще и давал уроки, и урок с ним, что примерно, ну, тысяча евро. Ну, потому что его уроки могли взять только люди благородного сословия, естественно, которые и заказывали в него эти дорогие, прекрасные инструменты, которые могли их оплатить, и они хотели уметь на них и записывать, собственно, в удовольствие. И, собственно говоря, и они могли у него вот оплатить такой урок. Так что ЭТТР очень-очень интересно. Если вы когда-нибудь встретите что-нибудь про него, то почитайте обязательно. Я не уверена, но вот здесь какая-то замечательная книжка Березина, как раз вот про... Да, да, вот почитайте. Наверняка там что-нибудь есть. И вообще про всю обстановку и очень хорошая книжка. Так, поехали дальше. Что важно дальше? Дальше важно. Что еще? На предыдущем слайде этого не было. Что еще было такое замечательное? Фамилия же. Масса инструментов PR Naust. Вообще запомните эту фамилию, потому что там дальше будет очень интересная история. Что такого хорошего сделал господин Naust? Naust взял и архиттеровскую флейту разделил на четыре части. Да, кстати, я забыл сказать, что архиттеровская флейта, она в 392-м строю. Строй, естественно, который мы сейчас уже используем, то есть выходили, есть несколько копий, грация, в Петербурге на самом деле не архиттер, а еще где-то. И все они примерно были вокруг 392-го строя. Поэтому мастера, которые теперь делают копии этих инструментов, они решили, что вот 392-го... Не все, наверное, запасны в общем-то. Я уже сказала. О чем идет речь? О строе. Плюс ты так, о строе в руках. А, хорошо. Да. Каких единиц и единиц? Значит, 392-го герца, это примерно, если мы берем... Вот, извини. Это 442-го, да? Это было ля. Это ля. Ровно на тон ниже. Это важно знать, потому что потом у нас будет с вами еще два разных строя. У нас будет с вами строй 415-го герца 430. Да, то есть мы приближаемся к современному строю. Да, к современному строю. Да, если вы что-то не понимаете, то мне говорите, потому что я могу что-нибудь пропускать. Значит, важно 4 части. Почему важно 4 части? Потому что с появления, разделения клейки на 4 части, появилась возможность, вот это, кстати, отстроить. взаимно заменять вот это флифтовое колено. То есть мы понимаем, да, что если флифт становится короче, она становится выше пошел. Если она становится линее, она становится ниже пошел. Соответственно, здесь, на этом слайде мы видим, что средний колено может быть так много. Вот с левой денды, видите, у него 4 колена. То есть, соответственно, с высокой коленой для этого будет звучать ниже. Для чего это было сделано? Для того, чтобы музыканты могли играть, например, в других городах. Откуда взялся вообще, не было фиксировано устрою, как оно сейчас, да? И вы придумали уже гораздо позже. Если, например, я вот сегодня хочу играть в Москве с вами, да? То у вас здесь все играют, там, с 342-го, например. А вот, значит, я пойду в Петербурге, она играет в 438-м. Я, значит, со своей флейды не могу там играть, и никто меня туда не позовет играть. И, в общем, не будет у меня работать. Соответственно, возможность изменять хотя бы на... Там даже самое большое изменение всегда в тон было. Вот благодаря этим взаимозаменяемым коленам. То уже, значит, есть возможность куда-то поехать и играть с другими музыкантами. Не только в своем городе, на своей земле. Что здесь еще есть интересного? Так, у нас, значит, слева Деннер, справа Лорка, кажется. Так, давайте поедем дальше. Вот это важно, какие... И здесь это список мастеров, которые делали флейты. Потом могу просто прислать лайки для ребят, которые играли именно на барышневых флейтах, да? То есть, в принципе, сейчас можно купить копии всех этих мастеров. Почему эти важные? Потому что, в принципе, за исключением, наверное, последних двух, вот эти все верхние модели можно и лучше использовать, чтобы играть паком. Ну, вот, наверное, тем ребятам, которые играют на барышневых флейтах, вот эти две последние, известные всего, да? Как-то вот они прижились. Здесь больше всего. Значит, к сожалению, нет у меня с собой этой флейты. Жаль. Потому что мы здесь не видели, ну, то есть, наверное, не видим. Верхние две флейты, они более ранние. У них больше, они более широкие внутри и снаружи. А вот эта последняя флейта, эта, вот, она же, она более поздняя. Давайте, как бы, чтобы вот сравнить хотя бы тот же с этой терм. Давайте посмотрим, как она звучит, да? Это ниже, менее. Хлороклеры. Хлороклеры. А pemcorоклеры тоже самое. А к Янец Bhk dismantle от pedals. Какие впечатления? ДТ, кажется, темнее. Как я понимаю, Бак не мог написать свой партиз для клейки, который делал ДТ? Нет. А раньше? Нет-нет-нет, это были такие какие-то... Вот Айхин Топ, который предыдущий, он жив и с Баком общался. Да вот, скорее всего, это были... Его сонаты были написаны для Айхин Топ. Он работал в ДТ, с Баком. И единственная Айхин Топ, сопротившаяся с разрушением между полемом, она лежит там в музее. Там лежит. Ну, по-моему, по-моему, ребят есть. Есть, Даня. Он делает копии ШТСМВ, единственный. Ну, да, да. Ну, вот. Мне очень понравился АТТ партиз. Да. Если бы ты занимался, то все может. Скорее всего, это было немного ниже. Да. Так вот, смотрите. Вот этот инструмент Денера, да, вот у него... Он больше по своему звучанию похож на Денера. В 1700 году. Ну, смотрите. В 1700 году. Да, где-то в 1700 году. У него официально есть тоже свое колено в 392-м строю. Но он уже разделен на 4 части. То есть, в принципе, вот когда начинаешь играть вот эту квартиру, ну, на Денере, а не на ТТ, но даже в том же низком строю, то звучит это совершенно, ну, интересней, скажем, лучше, да? Но еще не в 415. То есть, как бы, вот, каждую модель, и потом, в принципе, можно это играть на нем. Можно уже в 415. Но в 392, действительно, звучит очень, очень здорово. То есть, если вы попробуете сравнить две фрейды. То есть, речь идет о фрейде 18-го лета, она пораньше, другая там ходит. Другая там ходит, да. Мы сейчас, в принципе, все тратятся у них в 50 лет. Примерно, да? Даже меньше. Очень, да? Даже меньше, да. Ну, 50 лет, скажем так, ну, грубо. То она изменилась очень сильно. А это очень сильно изменилась. Старый строй, совсем старый. 392 пакет. Да. И это там звучит плотнее и тяжелее. Поэтому темп медленнее, да? Но поэтому есть эстетика вот этой музыки, да? Мне кажется, что будет более исторически справедливой в 392. Да. Да. Собственно, и Ахиндок делала с разными коляльями. С разными коляльями, да. Просто и так, как я, наверное, никогда не знала. И тогда исполнялась эта музыка. Примерно. Да. Примерно. Там вы можете, скажем так, 300... Да выше чуть-чуть. Чуть-чуть выше. Да. Четыреста ровно. Четыреста ровно. Четыреста ровно, да. Ну, просто опять-таки... А чтобы понять, для чего мы сегодня собрались, чтобы понять, как звучали эти сонаты. Как звучали эти сонаты. Сонаты главы. Сонаты главы. Сонаты главы. Да? Ну да. Ну вот жало, что так мало народу знает Эстетера, потому что у него гигантский репертуар для трейта на самом деле. Это просто интересно посидеть и попробовать. Поиграть. Ну, может быть даже на целом без ингресса. Если нужно, потом могу прислать слайд со всеми этими мастерами. Гольгийские, немецкие, английские. Да. Ну, вот этот самый термин, по которому мы говорили только что. Вот, в принципе, на этих двух замечательно играть пах. На двух пястных инструментах. А на нежном игре лучше играть на основном пахе. Это отец и сын, да? Да. Это отец и сын. Значит, такая штука. То есть, в середине, в середине. Она взял отец, да. Это по порядку сверху вниз, по порядку, он тоже во время. Ротенбург. Да. Фамилия Ротенбург. Это фирийский мастер. Пруссель. Поэтому там странно Ротенбург пишется. А у нас это не так. Ротенбург. 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 Я уже сказала, что я специально решила писать всё латинскими буквами. Потому что, если я буду писать это русскими, вы увидите, как это написано в оригинале, то, может быть, не сможете сопоставить, что это одно и тоже лицо. Произноси как. А то мы не знаем, как произносится. Ротенбург. Да, ну хорошо. Хорошо. Нет, всё правильно произносится. Вот, значит, хорошо. Давайте поползем дальше, потому что я вон там ещё много всего. Значит, сегодня будет тоже много имен флетистов. Многих вы знаете? Многих вы не знаете. К чему важно флетисты, да? Эти самые флетисты играли на этих самых флейтах, о которых мы сегодня говорим, играли тех композиторов, которых мы знаем, да? Это, например, господин Илья Габриэл Мафарин. Скорее всего, то есть он был знаком с Бахом и вполне может быть, что... Вообще нужно сказать, что Бах же для флейта соло написал. Партии ту, сонату, мы не знаем некоторые, кто неизвестный Бах и ясновей. Но на самом деле оркестрола музыки для нас, ну, для траверсистов, он написал бесконечное количество. Кантарта, всего их там 200 с лишним, из них 150, ну, не 150, 70 с флейт. Страсти по Матфею, по Йоанну, семинорные, ля-мажорное мессо. Это я всё говорю о флейтовых партиях, которые жутко сложные, а о красивейших страшных тональностях. Почему страшные тональности, сейчас расскажу. То есть, ну, Бах, он, в принципе, никогда, наверное, не подстраивался под кого и ни подо что. Но если он писал такие флейтовые партии, значит, что у него в оркестре где-то вокруг был флейтист, который мог это сыграть. Теперь давайте тогда о страшных тональностях. Так как много сидит современных флейтистов, важно рассказать. Значит, тут у нас, я не сижу на ней. Значит, какая эстетика звукоизвлечения и звука на флейте дома? Все ноты во всех регистрах должны быть одинаково громкими. Правильно? Низ довольно звучать, верхний кричать и средний низ. Все должно быть широко, красиво, большой звук. Одинаково. Одинаковый ре, одинаковый сор диез. Замечательный переход, да? Во всех тональностях, во всех статистурах. Что у нас происходит с флейтой, у которых коническое строение? Всего, ой, господи, восемь дырок, одна из которых заходит с клапаном. В одну из нитуем всего шесть дырок. У нас не может быть при таком строении флейты две ноты одинаковые. У нас есть яркие ноты, у нас есть глухие ноты. Ре, ля, соль, да? Ре мажор, да? Ре мажор, ля мажор, соль мажор. Громкие тональности, светлые, прекрасные. А что же у нас происходит, если у нас, например, вдруг проявляется соль диез? Она не может быть такой же сильной, как ре. Потому что мы ее делаем вилкой. Закрывается и не выходит столько много воздуха. Плюс, если мы ее сыграем в одной позиции, она будет фальшивая. Соответственно, мы ее должны закрывать, чтобы получилась чистая нота. То же самое ми бемоль, си бемоль. То есть у нас есть глухие ноты, у нас есть яркие ноты. Соответственно, у нас есть глухие тональности и яркие тональности. В ярких тональностях ре мажор, соль мажор, ля мажор написалась музыка, которая была веселой и праздничной. Если это ария, тем мы только что похоронили Христа, она будет в минорной тональности, и чем грустнее ария, тем глухше будет тональности, как в которой это звучит. Например, фа минор. Фа минор – это… Никогда это не будет по краю мажор звучать. Соответственно, мастера это знали, фа минор – это знали, композиторы это знали. То есть не даром большинство барочных тонат написаны ажорным. Например, соль, ля, ре мажор. В бахе есть и мажор. Значит, у него был замечательный третист, приятный, который мог создать. Это… Это… … … Продолжение следует...